Оливер, здравствуйте. Здравствуйте. Вы недавно вернулись из Беларуси, буквально несколько дней. Как, с какими впечатлениями приехали на родину? Я не в первый раз посещаю Беларусь. Это прекрасная страна, и визиты сюда стали уже своего рода привычкой. Беларусь произвела на меня захватывающее впечатление. Это восхитительная страна. И прежде всего, благодаря людям, живущим здесь. Вместе с тем, вы были у нас. А вот что думают о Беларуси те ваши соотечественники, которые у нас никогда не были? Из каких источников они берут информацию о нашей стране? И как им преподают эту информацию? У нас не очень много знают о том, что происходит у вас. Когда я встречаюсь с простыми людьми и в разговоре затрагиваю тему Беларуси, то в ответ слышу все то, о чем рассказывают наши крупные СМИ. И я сразу понимаю, что эти люди ничего не знают о вашей стране. И получается так, что те, кто ни разу не был в Беларуси, пытаются рассказать мне, посетившему вашу страну не единожды, как здесь живется. Так что, если у нас что-то и знают о Беларуси, то это информация из совсем других источников. Ну и какая картина складывается, если вот читать именно немецкие средства массовой информации? Какое представление о нашей стране складывается? У немцев обычно. К сожалению, впечатление складывается не самое лучшее. Картинку, которую у нас показывают, рисуют ведущие СМИ. И я вижу это каждый день, встречаясь с простыми гражданами по всей стране. Совсем недавно я вернулся из Беларуси, где я провел свой отпуск. И меня пригласили по работе поучаствовать в очередной видеоконференции. Все делились своими впечатлениями от отпуска. Кто-то был в Италии, кто-то в Испании. Меня спросили, где я провел свой отпуск. Я говорю, в Беларуси. И тут на несколько секунд повисла такая неловкая пауза, потому что никто из участников не мог даже подумать, что можно отправиться в Беларусь, чтобы провести там отпуск. И я говорю, друзья, вам надо просто побывать там. Посмотреть, как живут люди. Испания, конечно, красивая страна, но на земном шаре еще очень много прекрасных уголков. Просто поезжайте и сами посмотрите. Я всем это советую. Не слушайте и не читайте СМИ. А купите себе билет и просто поезжайте в любой город. Я всем говорю, Беларусь – отличная страна для отдыха. На ваш взгляд, почему вот такая политика информационная в первую очередь проводится? Можно говорить, что это политика все-таки, так как мнение формируется едино в отношении нашей страны, Германии. Тут в двух словах не объяснишь. Для меня во всем этом просматривается определенная система, потому что при этом затрагиваются интересы Запада. Могу привести пример из собственного опыта. Раньше я считал, что в России все плохо. Ну, впрочем, как мне рассказывали по радио, телевидению. А потом я попытался вырваться из этой умственной тюрьмы, в которой меня так долго удерживали наши СМИ. Мои российские друзья пригласили меня к себе в гости. И вот когда я впервые посетил Москву и Подмосковье, то это негативное представление о России рассыпалось, как карточный домик. Исчезло, как дымка. Я буквально избавился от того заблуждения, в котором пребывал. И я предполагаю, что Западу не нужно, чтобы его граждане отправлялись в Восточную Европу. Я имею в виду Беларусь и Россию. Ведь то прозрение, которое случилось со мной, обязательно случится и с ними. И вот начинаешь задумываться и спрашивать себя, почему так происходит. Что в этом плохого, если ты съездишь в Россию или Беларусь? В этом нет ничего плохого. Наоборот, это своего рода обогащение. Ты знакомишься с новыми людьми, ты знакомишься с прекрасными странами, с их кухней. Для меня это означает становиться богаче. И я задаю себе вопрос, почему СМИ так негативно отображают Беларусь, чтобы у западных европейцев не возникло даже желание посетить эту страну? Вот о чем надо задуматься. Мне думается, что я нашел для себя ответ на этот вопрос. Происходит целенаправленное разделение Германии и ее восточноевропейских соседей. И это искусственное разделение. Ведь у нас с русскими, я имею в виду россиян и белорусов, тех, что раньше были частью Великой Руси. Ведь у нас столько общего. Общая история, к примеру. И я это вижу, посещая Россию и Беларусь. У нас языковые и культурные связи. Даже внешний вид. Мне часто пишут в комментариях, что я похож на славянина. Все может быть. Хотя я чистый немец. И вот это сравнение иллюстрирует мой тезис, что у нас исторически много общего. Возможно, тысячу лет назад мы вообще были одним народом. Я не знаю. Но я исхожу из того, что нас, немцев, россиян и белорусов, кто-то специально пытается разделить. В этом я просто уверен. Я хотел бы еще кое-что добавить. Я был в Соединенных Штатах, в основном в Нью-Йорке. Я там увидел мир американцев. Он очень искусственный. Где-то даже фальшивый. Я это почувствовал. И хотя у меня в Америке есть друзья, но все равно чувствуется у них какая-то неестественность. Я ничего не имею против людей. Они добрые и хорошие. А вот политическое руководство США – это большая проблема. На мой взгляд, США проводят безрассудную политику. Но что я хочу сказать. Когда впервые побывал в России, я увидел и почувствовал, насколько порядочные люди тут живут. Без притворства. Без напускной важности. Это такая пропасть между этими двумя мирами. И мне лично ближе эта честность и неподдельность русских и белорусов. С такими качествами проще и легче жить. С такими качествами остаешься здоровым. Не кажется ли вам, что мир поляризуется, причем искусственно, и делаем это не мы с вами? Я приведу пример. Вот, например, мы в Беларуси знаем самые важные, наверное, заявления вашего канцлера Шольца, других европейских лидеров. Особенно, конечно, что касается каких-то экономических мер, сейчас недружественных нам абсолютно, или там событий на Украине. А вот знают ли, например, жители Германии, что вот на днях прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, где собрались лидеры стран, которые представляют добрую половину планеты. И что они там обсуждали, какие решения приняли. У меня большой вопрос. Это очень интересный вопрос. Я на прошлой неделе вернулся из вашей страны. И мои друзья, их у меня много, стали расспрашивать меня о поездке. Им так много хотелось узнать о стране и что там происходит. Я вижу, что у простых людей в Германии имеется большой дефицит знаний. И если даже у моих друзей, можно сказать, такой сильный информационный голод и желание узнать, что происходит на востоке Европы, то я представляю себе, что творится во всей Германии. Ситуация везде одинаковая. Огромная нехватка знаний. Информация о Восточной Европе, России, Беларусь, Украина подается совсем не в том виде, в котором нужно было бы. А что касается саммита ШОС, то в ведущих СМИ есть об этом информация. Только говорится, что этот саммит проходит под строгим надзором Путина, что он несерьезный и ненастоящий и всякое такое. Я считаю замечательной идеей, что страны, которые не хотят подчиняться западному давлению и не дают Западу себя поработить, собираются вместе и создают что-то новое. Будь то шанхайская организация сотрудничества или что-то в противовес Всемирному банку. Реформировать старую систему западных отношений – это бессмысленное занятие. А вот направить энергию на создание новых форм взаимоотношений, которые проявят себя лучше, чем старые – это правильно. Ведь когда все увидят, что новое лучше, чем старое, то старое отпадает само собой. Я очень на это надеюсь. Снимаю шляпу перед Россией, перед её президентом за то, что страна добилась таких успехов. И в том числе в данной организации, в которой столько стран и наций добровольно объединились с целью построить новый мир. Это очень здорово. Когда-то после развала Советского Союза к нам пришло понять много новых понятий, среди них свобода слова и свобода слова именно в той формулировке, которую нам её, собственно, принесли, в первую очередь, из западных стран. На ваш взгляд, вот свобода слова сейчас в Европе – это актуальное понятие? Я родился и вырос в Западной Германии. В 90-е годы прошлого века можно было утверждать, что в стране была свобода прессы и свобода слова. Мы могли говорить всё, что хотели. Более-менее свободно. Разумеется, не опускаясь до совсем оскорбительных вещей. Все могли участвовать в политической жизни страны. Сегодня мои личные ощущения таковы, что в Германии всё перевернулось с ног на голову. Всё стало только хуже. Сегодня многие критически думающие и пишущие журналисты уезжают из Германии. Не потому, что они так хотят или им это нравится, а потому, что они вынуждены. Журналистов у нас преследуют, они подвергаются репрессиям. И они не видят другого выхода, как уехать за границу. И это понятно. У многих из них есть семьи, дети. Уехать в другую страну – это не просто решение. Если журналист говорит, я уезжаю из Германии, потому что на меня тут оказывают сильное давление, меня подвергают репрессиям, то что это значит для общества и для страны. Германия считает себя оплотом свободного выражения мнений, страной со свободной прессой, света, чем в темноте демократии. Но я вижу совсем другую картину. Даже я, сейчас разговаривая с вами, опасаюсь за своё будущее. Я боюсь, что в один день ко мне придут и заставят замолчать, что меня захотят опозорить или клеветать. Вот такие мысли приходят ко мне в голову. Поэтому я понимаю журналистов, покидающих страну, уходящих куда-то в подполье или работающих под вымышленными именами. Ну, мы будем надеяться, что с вами всё будет хорошо, Оливер. Хотя, вот одной из героиней нашей программы была немка, немецкая журналистка Алина Лип. Возможно, вы слышали о ней. И она сейчас на родине, собственно, в отношении её ведётся уголовное дело. Просто за то, что она рассказывала, ну, точку зрения иную, чем принято в Германии. Да, я подписан на телеграм-канал Алины Лип. Я видел несколько видеорепортажей, которые она снимала. Я с огромным уважением отношусь к этой журналистке за её такую активную позицию. И разве это не яркий и негативный пример того, как Германия относится к своим журналистам? Неужели на этом примере не становится понятно, что свобода слова и свобода прессы просто втаптываются в грязь? Когда человек, который столько сил отдаёт тому, чтобы донести информацию до людей, которые просто показывают другую сторону событий, независимо от оценки происходящего, вдруг в своей собственной стране просто безжалостно уничтожается? Я слышал, что у неё заблокировали банковский счёт в Германии, что её маме пришлось переехать в Россию. Это просто катастрофа. Мы больше не можем говорить о свободной журналистике. Это моё личное восприятие происходящего. Одним словом, очень плохо. И Алина Лип — это не единичный случай. Таких людей много. Вы сами сказали о том, что мир перевернулся с ног на голову во многих сферах жизнедеятельности. Для нас очень чувствительный вопрос — это памятники, советские памятники в Европе. Мы видим, как в странах Прибалтики, в Польше их демонтируют, переносят на другие места, где-то уничтожают. Каково отношение в Германии к этим символам и что вы лично об этом думаете? В Германии в этом плане особенная ситуация. Невозможно выразить словами то, что наши с вами народы пережили в Первую и Вторую мировые войны. Но наш опыт отличается от того опыта, который пережили, к примеру, поляки или прибалтийские страны. И пока что я не слышал ни об одном случае уничтожения советских памятников Германии. В интернете есть видео, я их видел, где какие-то люди оскверняют памятники, используя их как туалеты. Это просто невообразимо. Так нельзя делать. И я не понимаю, что творится у таких людей в головах. Я объясняю это себе так. Это люди, которые не осознают, что их держат в умственной тюрьме. В тюрьме построены средствами массовой информации. СМИ создают неправильный образ о странах, их истории, их коммунистическом прошлом. И когда такая информация вливается в уши, скажем так, людей бездуховных, то ими легко манипулировать. И вот такие вот ребята молодые идут к памятнику и справляют малую нужду. Это уму непостижимо. Но у меня есть и положительные примеры. В прошлом году я посетил советский мемориал недалеко от Берлина в местечке Барут. Его в то время как раз восстанавливали. Город нашел деньги в казне, и они щедро потратились на реставрационные работы. Целый комплекс восстановили. Так что я не могу сказать, что в Германии разрушают памятники войны. Хотя могу допустить, что такие мысли у кого-нибудь возникают. Но то, что сегодня творится в Прибалтике и Польше, или на Украине, разрушение военных памятников, это, на мой взгляд, переписывание истории. Есть неоспоримый факт. Советский Союз освободил эти страны от немецко-фашистских захватчиков. И независимо от того, как оценивать это освобождение, это исторический факт. Его нельзя просто отодвинуть в сторону или стереть из памяти. Еще один пример. На одной из экскурсий по Москве я увидел на крыше Министерства обороны или МИДа большой символ из советских времен – герб с изображением серпа и молота. И мой русский товарищ рассказал мне, что по этому вопросу были долгие споры – оставлять, не оставлять. И в конце концов, россияне решили оставить его, потому что это часть истории – хороший или плохой. Им не остается только похвалить это решение. Оливер, в последнее время страны Западной Европы и Германия, наверное, как экономический лидер Европы, в первую очередь, демонстрируют очень удручающую экономическую статистику. Практически все показатели экономические не вселяют оптимизма. Но, безусловно, это нехорошо. Мы этому не радуемся, чтобы вы понимали. Нам бы хотелось, чтобы вокруг нас были хорошо развитые страны, с которыми у нас были хорошие и теплые отношения. Но уже как есть пока что, во всяком случае, на сегодня. В своей повседневной жизни как вы ощутили на себе последствия экономической войны, будем называть вещь своими именами, между Западом и Востоком? Мы знаем, что очень резко подорожали продукты питания, коммуналка, топливо. Как ваша ежедневная жизнь изменилась в связи с этим? Мне очень повезло. У меня есть свой собственный дом, поэтому я не завишу о цен на аренду жилья. Но что точно отражается на моем кошельке, это высокая цена на электроэнергию, на газ, на нефть. На заправке это ощущается сильнее всего. Сегодня заправить полный бак – это удовольствие более чем на 100 евро. Раньше это были 50-60 евро. По ценам в магазине тоже заметно, как подорожала жизнь. Ты смотришь на товар и помнишь, сколько он стоил месяц или два назад. А теперь даже масло выросло в цене в два раза. Я уже не говорю о хлебе и других продуктах. По растущим ценам заметно, какой удар пришелся по нашей экономике. И вызван он был нашими же санкциями. Среди моих знакомых есть те, кто может потерять работу, а в ближайшем окружении, слава богу, нет никого, кто бы остался без работы. Но даже средства массовой информации не удается сегодня скрыть то огромное количество сообщений о том, что закрываются целые сети пекарен, ремесленные предприятия и даже крупные промышленные заводы. Потому что цены на энергоносители выросли до невозможных пределов. И конкурировать стало невозможно. И я вижу, что Германию накроет волна. И не только Германию, но и всю Западную Европу. В последующие несколько месяцев мы еще много прочитаем газетных заголовков, в которых не будет ничего хорошего. Потому что так бывает всегда, что в любом конфликте последствия в первую очередь отражаются на простом человеке. А те, кто начал этот конфликт, люди в правительстве или сидящие в дорогих мягких креслах, их эти последствия не касаются. Простой человек не знает, как свести концы с концами. И вся эта ситуация усиливается и ускоряется из-за санкций. Но надо признать, что Германия в послевоенные годы переживает не самые лучшие времена. Благосостояние ее граждан падает. И то, что у нас вдруг не стало денег, это не было неожиданностью. Просто в последние несколько лет все это наслаивалось друг на друга. Санкции послужили лишь последним фактором, который привел к ускорению это попадение. На этом фоне, как выглядит уровень доверия к действующему канцлеру среди тех самых немцев, которые ежедневно сталкиваются с этими абсолютно, конечно же, неприятными сложностями. Я считаю, что мы имеем дело с определенным феноменом, потому что мнение зависит от того, с кем ты разговариваешь. К примеру, если это человек, который смотрит только официальные новости по ТВ, да и то в сокращенном варианте поздно вечером, то с ним получится один разговор. И совсем другой получится с человеком, который, скажем так, ищет альтернативную информацию в интернете или новости из других источников. Тот, кто доверяет только официальной информации, одобряет действия правительства, выступает за то, чтобы остановить Путина и все эти бредовые идеи. Тот, кто умеет думать, анализировать и допускает иное мнение, тот говорит так. «Ладно, ситуация очень плохая, но как же так получилось? Что случилось, что пришлось принимать такие вот решения? Почему мы должны вводить санкции против России? Ведь десятилетиями мы жили в мире и согласии, и вдруг стало все плохо?» «Так что очень важно, с кем ты разговариваешь. Те, кто доверяет только официальным источникам, одобряют все действия. Это заметно и по конфликту в Украине. А те, кто задумывается, те смотрят на все происходящее критически. Так что все индивидуально. И после двух-трех предложений ты понимаешь, что за человек стоит перед тобой». Но если даже отбросить то, какие средства масляной информации он читает или смотрит, вот обычный рядовой гражданин Германии. Когда он приходит в магазин и видит, как вы говорите, что подорожало масло, подорожал хлеб, когда подорожало топливо, и это не на 1-2%, а подорожало где-то в разы. И тут же он видит информацию о том, что Германия, в частности, выделяет очередные миллиарды евро, например, Украине. Вот что в голове происходит в этом моменте? Во всем виноват Путин, во всем виновата Москва и еще и Лукашенко вместе с ним. Прекрасный вопрос. Если послушать, о чем говорят люди в трамвае, в автобусе, в баре за кружечкой пива, то можно сделать вывод. Люди не дураки, даже если они смотрят ТВ. Есть какой-то внутренний голос, какое-то естественное ощущение происходящего. И они видят, что делается в нашей стране. Недовольство, которое испытывают люди в Германии, это недовольство нового типа. Об этом не расскажут по телевидению, но почитать и посмотреть альтернативные источники, то это будет сразу заметно. Ежедневно в сотнях городов Германии проходят демонстрации, но об этом не рассказывают на главных каналах. А если рассказывают, то очень скудно. Яркий пример. В 2020 году в Берлине прошли две демонстрации, на которых по снимкам с высоты видно, что присутствовали около 100 тысяч человек. Но в СМИ сказали 17 тысяч, а потом исправились до 30 тысяч. Это же просто смешно. Люди же не дураки. Я не знаю, о чем думают наши политики. Они просто оскорбляют людей. И многие политики чувствуют, что они делают что-то не так. И как подтверждение этому, оговорки или целые предложения, которые, случайно или нет, вырываются из уст наших политиков. Например, у министра иностранных дел, госпожи Бербак. Она заявила недавно, что опасается новой гражданской войны в Германии. Если женщина-политик говорит такое, то это не случайно. Скорее всего, такие мысли уже где-то до этого были кем-то высказаны вслух. Ведь такие заявления делаются на основании имеющейся информации. Для меня это означает, что правительство находится в панике, раз они исходят из возможного сценария, когда люди массово будут выходить на улицы. Для страны это супер-катастрофа. Мы оказались в такой Германии, где я родился, вырос, чувствовал себя комфортно. А теперь я не чувствую себя в безопасности. И это чувство сейчас испытывают многие. Для федерального правительства это опасный знак. Им надо что-то предпринимать в ответ. И я не знаю, что они станут делать. Разумным было бы сказать, уважаемый господин Путин, мы ошиблись, признаем ошибку. Давайте начнем все сначала. Давайте строить разумные отношения. Я не думаю, что такое произойдет, потому что политикам нужно сохранить свое лицо. Скорее всего, им придется усиливать полицейские наряды или привлекать армию. Такой сценарий я могу предположить. Германия, всегда считавшая себя светочем демократии, превратилась в полицейское государство. Федеральное правительство собирается заместить российский природный газ американским. То есть заменить дешевый и чистый газ из российской трубы танкерами из СПГ и США. И если знать процесс добычи этого газа, а это загрязняющий природу фрекинг, дорогая транспортировка в сжиженном виде и повторное преобразование в газ, то можно сойти с ума. С экономической точки зрения это бессмысленно. Возможно, там наверху думают иначе. И я чего-то не понимаю. Будем все вместе надеяться, что разум как-то будет брать верх над всеми вот этими где-то сиюминутными, а где-то и нет, интересами в первую очередь политиков. И они наконец-то начнут думать в первую очередь о своих народах. И тогда всем будет легче. Спасибо вам, что вы надеетесь. Но у меня этой надежды нет. Ничего в Германии не будет. Запад просто угробит эту прекрасную страну. Абсолютно осознанно. И не только Германию, но и Европейский Союз. Я потерял надежду на то, что политики желают нам добра. Когда я вижу, как абсолютной мирной демонстрацией жестоко разгоняются полиции во Франции, Италии, Испании, с какой жестокостью полиция применяет газ в дубинке, то, прошу прощения, но у меня нет никакой надежды. И поэтому я поставил для себя в жизни цель. Наладить связи между простыми людьми. Людьми в Германии и Беларуси. Я сейчас говорю про проект «Проспект мира», в котором я являюсь сооснователем. Ведь все то, что я увидел во время своих поездок в Россию и Беларусь, могут увидеть и другие люди. Увидеть другую сторону и суметь понять ее. В этом смысл проекта. Мир и дружба рождаются лишь тогда, когда люди в разных странах знакомятся, делятся мнениями и стараются понять друг друга. Так как только то, что делается справедливо, остается надолго. А там, где справедливости нет, там неизбежен конфликт. В этот проект я вкладываю все свои силы и на своем уровне делаю все возможное. Это очень благородно. Оливер, я вот, судя по тому, как вы одеты, могу сделать вывод, что у вас в доме тепло сейчас. Да, на мне только майка и рубашка. Тут приятная температура. Я к чему это все? У нас в нашем сегменте интернета сейчас достаточно популярный ролик, где президент Беларуси Лукашенко колет дрова и при этом приговаривает, что дрова хорошая, и впереди зима, и в Европе будет не сладко. Если что, мы готовы помочь европейцам обогреться. Просто имейте в виду. Я видел этот ролик. Друзья перевели мне его на немецкий язык. Я очень долго смеялся. Я считаю, то, что делает ваш президент, это очень классно. Я его очень ценю. Потому что, на мой взгляд, он у вас настоящий, самобытный народный президент, одним словом. Я видел репортаж, как он мчится на квадроцикле по селу, и люди его приветствуют, безо всякого страха перед людьми. Это много о чем говорит. Это много говорит о том, как его уважают. Я себе слабо представляю, как какой-нибудь канцлер Шольц будет вот так вот свободно разъезжать на мотоцикле или велосипеде по деревне и разговаривать с простыми людьми. Помочь соседям дровами – это замечательное предложение, которое сделал ваш президент. Мне нравятся и другие его высказывания и предложения. Для меня он просто человек от земли, от народа. Если вспомнить о решениях, которые Александр Лукашенко принял в прошлые годы, то на Западе их восприняли не очень хорошо. И я знаю, что этот видеоролик тоже многих вспугнет. Однако чувствуется, как этот человек поднялся из народа. И, по моим ощущениям, он не потерял этой связи с народом. Я могу лишь констатировать – это здорово, что у вас такой президент, правда. И я это говорю не потому, что вы из Белта, а я действительно так считаю. Это моя честная позиция. И я могу себе представить, что меня сейчас снова начнут обзывать путинским троллем и другими словами. Но я действительно так считаю. Я хотел бы, чтобы у нас в Германии были политики такого формата. Ольвер, во время поездки в Беларусь вы посетили одну из деревень Дремлёва, недалеко от Жавинки. Что вас больше впечатлило? В прошлом году летом я в очередной раз приехал в Беларусь. Мои белорусские друзья рассказали мне, что недалеко от Бреста находится бывшая деревня, которую немцы зажгли во время войны. Я тогда еще подумал про себя. Как это – бывшая деревня? Ведь бывшая – это значит, что ее больше нет вообще. Я был просто ошеломлен, когда узнал более подробно об этой истории. Вместе с друзьями я отправился к деревне. Там, на месте, мы познакомились с историком и писателем Анатолием Бензируком, который рассказал нам историю деревни Дремлёва, начиная с первого упоминания и всю ее последующую историю, вплоть до ее последнего дня – 11 сентября 1942 года. Я и еще два моих немецких друга, мы просто были шокированы тем, что услышали – деревню не просто сожгли, ее спалили вместе с жителями, которых загнали в сарай, сожгли живьем. Наши эмоции невозможно было выразить словами. Никто из нас троих не знал этой истории. Нам было очень неловко, стыдно за немцев. И я попросил этого историка написать мне про историю этой деревни и переслать по электронной почте. Он согласился. Я получил статью и перевел ее на немецкий язык. Переводчик долго охал и ахал, такой тяжелый текст. Но я настоял на том, чтобы все было переведено в полном объеме и верно. И прошел год, пока переведенная статья лежала у меня на столе. Я ее вычитал, нашел пару несоответствий, но вместе с переводчиком мы все исправили. На протяжении всего времени создания статьи меня не покидала мысль. Это же такие ценные знания, такой ценный материал. Его необходимо распространить. Для этого я зарегистрировался в немецкой Википедии и разместил там эту статью. Это был мой первый опыт с Википедией, и я на радостях поделился этим успехом со своими друзьями. Заходите по ссылке, почитайте. Но буквально несколько минут после публикации Википедии мне приходит сообщение, что ссылка недействительная. Я зашел по ней снова, но статья была удалена. Я сделал скриншот этого сообщения и затем связался с одним немецким журналистом. Мы записали по этой теме большое интервью. Можете себе представить, что статью, которую написал белорусский историк, через три минуты после публикации удаляют из немецкой Википедии. Тот, кто ее удалил, запретил публиковать ее под любым другим именем. Это скандал. Потому что я не понимаю, как можно удалить статью, которую за три минуты даже прочитать невозможно. Статья была не просто удалена, но еще и заблокирована. Это не просто скандал. Но и вопрос, а что происходит с немецкой Википедией, когда какой-то пользователь имеет право и полномочия удалять целую статью? Это противоречит смыслу Википедии. Это мой личный опыт. И поэтому я с удвоенной силой сейчас собираю и обрабатываю информацию о Дремлево и других сожженных деревнях в Беларуси. Очевидно, что в Германии практически ничего об этом не знают. Если загуглить в немецком поисковике слово «Дремлево», то он выдаст три статьи, две из которых мои. У нас большой пробел в знаниях по этой теме. Спасибо вам большое, Оливер, за этот разговор. Мы искренне желаем, чтобы в вашем доме вообще всегда было тепло. И желаем успеха вашему проекту «Проспект мира». Потому что, ну, пусть политики и пытаются нас разъединить, но мы все равно понимаем, что нам с вами делить нечего. И в любом случае нужно устраивать нормальные человеческие отношения. И от этого выиграют все. Спасибо большое вам и вашей команде. Субтитры создавал DimaTorzok